Иностранные граждане, работающие на территории Ленского района, постепенно отказываются от трудовой деятельности. Причина – ужесточение миграционного законодательства. С нового года налог на патент, который каждый месяц должны уплачивать иностранцы за трудоустройство, вырос в шесть раз – с 1 200 рублей до 7 000 рублей. Кроме того, для работы на территории России им теперь нужно получить медицинскую страховку и сертификат о знании русского языка, который, к примеру, в Ленском районе пока не выдают. О проблемах иностранных граждан расскажет Наталья Беспалова. Иностранные граждане обивают пороги миграционной службы. С начала года для них ужесточили условия получения патента на работу в России. Во-первых, вырос налог во всех регионах по-разному, а в Якутии – сразу в шесть раз. Кроме патента иностранцам придется оформить медицинскую страховку. Это тоже дополнительная сумма. И самое главное – сдать экзамен на знание русского языка. И вот здесь возникает проблема. В Ленском районе такой экзамен сдать невозможно. Нет квалифицированных педагогов. Они, конечно, могут собраться, договориться с преподавателем. Как я уже говорил, это центры для выезда преподавателей, естественно. Они попросят оплатить билеты, оплатить, соответственно, проживание. Руководитель таджикской диаспоры в Ленском районе Саймумин Вафоев как раз и стал тем человеком, который собрал группу иностранцев из 77 человек. Иностранцы скинулись по 3000 рублей, пригласили преподавателей из Якутска, оплатили ему дорогу и проживание. И в конце января сдали экзамены. Было немножко трудновато для нас. А русский язык они хорошо и успешно сдали, получили. Но мне, Розалия Петровна, скажет, никакого обмана не было. Все сдали. Но даже если иностранец получит сертификат о сдаче русского языка, оформит медицинский полис и оплатит государственную пошлину в размере 7 тысяч рублей, приступить к работе в России он все равно не сможет. Следующий этап – это получение патента, который выдают в Якутске. А с этого года оформить доверенность на получение патента нельзя. Его выдают лично в руки получателю. Поэтому, прежде чем приступить к работе в России, иностранец должен вложиться. По приезду ему нужно иметь в кармане 35-40 тысяч рублей на оформление всех документов, плюс время. В связи с этим количество желающих работать в России значительно сокращается. Не стоит волноваться гражданам трех стран – Белоруссии, Казахстана и с 1 января 2015-го Армении. По законодательству и дополнительным соглашениям они имеют право трудиться в России без оформления патента, а лишь на основании трудового договора.